добрый день давно не видались так находимся мы городе ольденбург здесь мы находимся на участке от университета ольденбург не пугайтесь я сюда приехал не учиться меня никто не возьмет я уже старый тупой седой приехали мы сюда посреди такую анлагу назовем турники все такое зачем нам это спросите что у вас своей нету что ли есть но не то что мы хотели мы как-то два года назад были в городе бремен и были на соревнованиях по турникам до мен или как варкаут или что называется и нам пришла в голову идея почему бы нам в городе точно поставить такое за счет города конечно не за свои деньги и мы начали где-то год назад вернее планировать узнавать где почем кого год уже прошло полтора года и все таки как говорится пришло время когда город сказал ладно мы вам выдаем сейчас они вам вроде бы выдают 20 тысяч мол типа найдите фирмы или мероприятие короче который занимается этим так как германии все должно быть по правилам по личным как это меркам кстати да по личным меркам вот да что я заболтался ну и теперь они выдали нам 20000 мы вернее костя написал пару фирмам запрос на цену туда-сюда и вот в городе альденбург фирма выставляет делает вот такие вот турники которые находятся сзади нас и мы приехали посмотреть что за качество как и понравится ли нам если да то вот такую вот канитель будут выставлять у нас в городе бремергафен кстати оснабрюк набрюк альденбурге это примерно 22 20 человек что мне это где-то оснабрюк у нас будет 80 километров отсюда кости уже мерит подмеряет смотрит или качество чего костяка качество а первый класс по ходу дела будем брать вот вот по типа такого чем не можешь попробовать чем показать ребята так костянул быть первый сейчас пока чем умеет трубки чуть-чуть тонкий или чё держаться удобно нет вообще так он конструкция неплохая массивная вроде бы что за фирма вот эта фирма вроде нормально выглядит вот для животика тоже хорошего ну когда подержи я покажу хоть класс вот толстый а ну вы не тонкий нормально я что-то я же устал немножко пластмассное дерево хорошо сразу не поломает кости начинает мерить ребята там наверное сзади которые тренируются в замешательстве ребят ребята которые тренируются в замешательстве думаю чуть приехали да что не боялись я допрыгнул ну тяжеловаться ну не все ж таки маленькие как я ну и вот кстати тебе что тоже опилки собой взять ребята даже опилки они хотят именно вот такого качества им что были они какие-то там не крупнее не мельче опилки лучше чем резиновый пол после еще возможность взять резиновый пол но это не то эти уже толще да ну это и надо для брусьев а расстояния одинаковая нет лучше было бы разная отлично ну вот из-за этим мы вот приехали сюда честь вот и по типу такой вот анлаги у нас будет в городе не смотря на все кажется делаешь не для себя как для всех нам тоже сперва надо было собрать подписи что серьезно много людей хотят такую вот канительку чтоб стояла потом началась проблема с финансами у нас есть какое сообщество называется на гартенбауант это как сообщество садоводов или чё им каждый год выдают столько-то столько-то денег чтобы в открытых парках скажем нашем городе ставить какие-нибудь канители или садить какие-то деревья или еще чего-нибудь ну и вот вот это вот сообщество выдала нам деньги потом кран кассы аука это страховая компания да страховая компания по болезни хотел сказать ну да что я заболтался опять выдали немножко денег потом еще там одно сообщество ну и так короче на собирали 20 тысяч евро кажется скажем 20 тысяч евро это много денег и можно на них путевые вещи купить но там отдашь чуть-чуть там отдашь чуть-чуть и вот такая вот канитель тоже деньги стоят плюс еще работа сам ты ее не можешь поставить потому что та фирма которая их производит она должна их и ставить так как она дает гарантию я не знаю на сколько лет на свой продукт если они это не собственноручно поставят то и никакой гарантии конечно ну и плюс должны будут прийти с ТЮФа это сообщество ё-моё я вообще с русским ну кто знает пишите ТЮФ это они должны проверить короче на качество или она вся эта конструкция как говорится подлежит всем этим нормам или чё просто каждая херня здесь в Германии есть свои нормы и уставы как говорится ну и вот всё надеюсь мы наверное скоро увидим такую вот канитель у себя дома так как которая в парке у нас стоит она не продумана и сделана от какой-то левой фирмы ну вообще можно тренироваться но лучше когда вот такой вот уже хорошая вещь продуманная и компактная скажем много места она не забирает но зато на всё всё можно сделать живот брусья полазить по подтягиваться а эти вот фигнюшки я даже не знаю для отжиманий или ещё что-нибудь кстати вот здесь тоже такая вот такой трафарет что как что можно здесь сделать вот кому интересно кстати если вам будет сильно интересно то я продолжу потом поснимаю как будет происходить вся вот эта вот канитель дальше как будем ставить или как они будут ставить может еще и придется нам что-то делать ну и вот так вот как говорится поддержка для спорта вот этим вот мы как-то занялись и и благодаря кости 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 в основном всю работу проделал я только подакивал вот но я надеюсь костя тебе памятник там поставить то что ты это всё сделал ну чё ты всё пошипал попробовал да стоило сюда ехать да эти 80 километров ну главное чтобы какие-нибудь ребята потом не поломали это всё как ты думаешь что там два турника будет два ну они вместе будут вот как бы да ага мы как бы хотели их на высоте 2,40 вот это тоже 2,40 ну да а была бы возможность еще один ниже сделать ну оставь я думаю на 2,40 нет два штуки лучше потому что если с девчишками придем скажем если я с дочкой придел она любит крутиться у меня на турнике было бы даже как-то мне бы приятнее если вот чуть пониже турничок такой а я наоборот думаю что помнишь мы в спиртингутеропарке вдвоём параллельно делали упражнения ага а если вдвоём будешь делать тогда уже один не сможет вот на таком что сможет нормально подтягивать нет это только для детей ну видишь у тебя детей нету тебе как-то пофиг я вот например сразу подумал о моей дочке потому что ей например будет страшно на таком высоком крутиться потому что всё равно как-то если дети тоже будут лазить как-то там всё другое всё равно тоже нет для детей будет ну там рядом где мы будем ставим там детская площадка будет например и вот такой маленький турничок для детей тоже было бы неплохо я так считаю видишь я с другой стороны смотрю поэтому хорошо что у нас группа такая маленькая а то бы один то хотел другой то не Костя то что я хочу это он релевант это как будет так будет ну например вот эта вот лесенка сделана для чего она сделана ну живот качать можно здесь что хорошо вот попробуй сверху повиснуть ноги пролетовать и подтягивать ноги наверх что хорошо не раскачиваешься или ну вот попробовать то что я тебе говорю да да и очень хорошо хорошее упражнение я сперва думал как-то глупо выглядит а она имеет свою функцию ладно все мы будем прощаться мы сейчас тут еще полазим может я пару раз поджимаюсь ну вот да вот когда мне скучно мы вот таким вот занимаемся у нас полдня ушло мы сюда ехали потому что все время такими маленькими улочками как говорится тоже почти что у нас где-то минут 50 ушло на дорогу сюда сейчас здесь домой уже у нас вечер солнце вон все ниже ниже не туда я вот не допрыгну вот это высоко ну туда потом перепрыгнуть туда что ты хочешь сказать что на одной руке умеешь висеть ага ну все это такой вот маленький мой видосик пишите в комментариях или у вас в городе есть вот такие вот агрегаты я считаю что в каждом городе даже в каждом районе должен стоять вот такой вот один агрегат чтобы молодым людям или даже детям было где повисеть позаниматься чем где-то сидеть на лавочке курить и пить пиво это мой это мой мой взгляд на жизнь и я бы вот скажем если бы когда я был молодой и мне бы больше твердили занимаясь спортом и давали больше возможностей мне как-то было бы приятно потому что спортом я занялся очень поздно как говорится свои 18 лет я занимался литроболом это был и есть наверное у молодых людей самый такой знаменитый спорт ну ладно это мы опять о грустном о хорошем лучше надо разговаривать ладно как я уже говорил пишите в комментариях или у вас в городе есть или вы хотели бы вот такую вот канитель если у кого будут вопросы с Германии насчет бюрократии как можно это все где пробить пишите пожалуйста я у Кости спрошу но я знаю что это очень долгий процесс в нашем случае он сейчас длится ну Костя там не будет ни в чем сейчас не Костя не будет он сказал это был первый и последний раз потому что столько бюрократии столько беготни не потому что серьезно в Германии очень кто связался в бюрократии в Германии кто знает что что-то добиться очень тяжело даже если ты не для себя а для всех начиная уже с подписи сколько нам было подписи собрать ну там было пару листочков но всех родственников знакомых сбили собрали и потом пошло поехало все я уже пятый раз прощаюсь наверное пока все до свидания